Девушки отдыхают Мы расскажем то, что никогда раньше не показывали на российском телевидении. Лучшие пластические хирурги Москвы и Санкт-Петербурга раскроют тебе свои правила красоты. Внимание! Мы начинаем! Я Сафонова Любовь Николаевна. Я пластический хирург. Из-за того, что мы всю жизнь моргаем и века все время складывается, формируется участок, скажем, поврежденной кожи. Она теряет свою эластичность из-за этого постоянного складывания. Этот участок мы удалим. Разрез и, соответственно, раны, и, соответственно, рубец формируются по ходу естественной складки верхнего века. 7-10 лет назад омолаживающая хирургия, по моему мнению, находилась в таком состоянии некой крайности, когда лицо человека, ну, в буквальном смысле пытались разобрать детали и собрать по новой. Это, честно говоря, если приводило к хорошему эстетическому результату с точки зрения архитектоники, оставляло на лице некий неизгладимый след травмы. Сейчас омолаживающие операции преследуют своей целью минимизацию травмы с достижением наибольшего эффекта именно прицельного, то есть ушивания определенных каких-то связок, перемещения определенных жировых пакетов. В настоящий момент хорошо видно, как при ушивании растянутых связок стоят на место смещенные вниз жировые пакеты, и лицо приобретает тот внешний вид, который был раньше. Я хотела бы подчеркнуть, что современная омолаживающая хирургия, она действительно очень легкая с точки зрения медицины, с точки зрения нагрузки на организм пациента и очень эффективная с точки зрения визуального эффекта и длительности этого визуального эффекта. Первым этапом будет выполнена блефоропластика, верхняя и нижняя. Наша задача чуть приподнять кончик носа, не с целью изменения черт лица пациентки, а с целью придания более моложавого вида. Ринопластика наиболее сложная для пластического хирурга и наиболее легкая для пациента операция. Для пластического хирурга ринопластика сложна тем, что план операции в каждом случае строго индивидуален. И сложна она тем, что план операции должен учитывать очень много факторов. Упругость ткани, толщина кожи и так далее. Для того, чтобы безошибочно выполнить пожелание, то есть получить именно ту форму носа, которую человек запрограммировал для себя, а не какую-нибудь другую форму носа, нужно очень серьезную работу проводить на этапе подготовки к операции именно с антропометрическими данными пациента. И в операционной уже просто выполнить намеченный план. Ну что, девчонки, скоро вы меня не узнаете. Любуйтесь моей наружности в последний раз. Меня зовут Алла Белова, мне 35 лет. Я бы хотела сделать омолаживающую пластическую операцию на лице. Дело в том, что возраст подкрадывается как-то незаметно. По моему внутреннему ощущению, мне примерно где-то 20-25 лет. Но зеркало, к сожалению, показывает уже другую картинку. Отвесли щечки, я очень много улыбаюсь, видимо. Отвесли щечки, мешочки под глазами. В общем, все как-то стекает вниз. Никуда не денешься. Гравитация, она действует на всех. Я не исключение. То есть сила непреодолимого тяготения, она влияет, к сожалению, на наше лицо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на консультацию, записанную к доктору Сафоновой. Пожалуйста, проходите, доктор вас ожидает. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Алла Белова. Очень приятно с вами познакомиться. Что вас к нам привело? Я бы хотела сделать омолаживающую пластическую операцию. Немножечко улучшить овал своего лица, область глаз и исправить свой носик. Пожалуй, да. Сейчас уже подошло то время, когда вам можно было бы выполнить омолаживающую операцию. То есть устранить небольшие нависания на верхнем веке, как бы открыть свод, чуть приподнять хвост брови, для того, чтобы наружная часть свода верхнего века своими красками заиграла. Устранить припухлости на нижних веках, закрыть борозды, которые образовались в средней зоне лица с провисанием жировых пакетов. То есть воссоздать ту картину, которая была, ну, наверное, последний раз, может быть, лет пять назад на вашем лице. Я угадала? Да, все верно. За счет того, что мы приведем в порядок подкожные структуры. Там под кожей есть еще жировые пакеты, там есть мышца, там есть слезная железа, которая находится под сводом глазницы. Под действием силы тяжести зачастую она спускается и тоже создает здесь припухлость. Все эти структуры мы осмотрим. И если есть какие-то, ну, скажем, возрастные изменения, гравитационные изменения, мы все это приведем в порядок. За счет вот комплекса этих мероприятий, верхнее веко, будет выглядеть моложе. Моложе. Любовь Николаевна, а что тогда вот с этим? Вот это вот называется грыжа, насколько я слышала. С детства у меня мешочки под глазами такие немножечко похожи на такую грустную собачку. Ну, в принципе, в образе такой, как бы, девочки, это, может быть, не так вредит, но с возрастом усугубляется, ведь это все-таки грыжа, все-таки это изменение. Да, это проявление вывихов жировых пакетов под кожу нижнего века. Грыжа и есть. Для того, чтобы убрать эти явления, в вашем случае разрез кожи на нижнем веке не нужен. Доступ к этим жировым пакетам мы можем получить через слизистую оболочку нижнего века. При этом глазное яблоко защищается защитой, и мы работаем на нижнем веке через слизистую. Мой нос, он, конечно же, ну, слегка непропорционален, так скажем. Мне никогда не дразнили за нос, ничего такого не было. Но, по-моему, все-таки более гармонично было бы его как-то уменьшить, сделать, ну, вот, именно, чтобы в концепции всего остального внешнего образа, немножечко он все-таки выделяется, так скажем. Если лваюсь, у меня он немножко так снивается, морщится. То есть носик большой, хотелось бы как-то уменьшить, сделать более гармоничным вместе со всем лицом. Да, вы знаете, если уж разговор зашел о носе и брать какую-то эстетическую норму, действительно, кончик носа чуть крупноват для вашего профиля. У вас миниатюрный подбородок, и поэтому кончик носа немножечко кажется таким центром лица, очень выдающимся вперед. Наверное, эта идея, с точки зрения общепринятой эстетики, неплохая, немножечко уменьшить кончик носа. Хорошо же. Хорошо. Меня зовут Черкова Яна, я из города Брянска, мне 25 лет. Я хотела сделать бы себе подтяжку верхних век, нос, у меня свалилась перегородка, увеличение груди и липосакцию. На данный момент меня обучают диджеи игре на виниловых пластинках и за диджейским пультом. Во время работы за пультом чувствуешь людей, чего они хотят услышать. Это очень подбадривает, как бы хочется поиграть очень хорошую музыку, чтобы людям было хорошо и весело отдыхать. Здравствуйте. Можно? Прошу вас. Спасибо. Меня зовут Черкова Яна, я к вам пришла на консультацию. Верхние веки у меня немного опущены и оно как бы лежит на глазах, у мамы уже очень сильно лежит. Я хотела бы приподнять, чтобы у меня такого не было, избежать этого в будущем. Вот и нижние века, у меня вот здесь синячки, они ничем никогда не убираются. Для того, чтобы выполнить операцию, которая устранит эти явления и предохранит такой историей, как вы описали со своей мамой, операция подразумевает разрез на коже верхнего века, но он делается в переходной складке, поэтому его будет совсем не видно. Ушито все будет таким образом.